Ребята, всем привет! В общем, вчера Айсултан, внук Назарбаев, сделал очередное заявление через свою страничку в Фейсбуке. Но он, в принципе, никуда и не исчезал. Как вы, наверное, знаете, недавно, то есть несколько дней тому назад, он сделал ряд сенсационных заявлений относительно того, что творится внутри семьи нашего бывшего первого президента Назарбаева. Какие нравы, какие повадки там. И вот его последнее обращение через Фейсбук. Он, я читать не буду, смотрите, вы можете просто сами пройти на его страничку и прочитать. Но так или иначе, этот пост, я вот когда читал, он пронизан. Ну, есть что-то человеческое, и мне вот как блогеру, как гражданину Казахстана, как, ну, чисто по-человечески, стало Айсултану жалко. И я лично просто лайкнул. Ну, был такой грешок. И выразил ему свою поддержку. Как это говорят, богатые тоже плачут. И вот, видимо, здесь это очень сильно явно проявляется. Айсултан здесь повествует о том, что вот в этом посте, относительно того, что с 16-го года в отношении него идет сильнейшее давление со стороны его собственной семьи. И он также поясняет о том, что он сожалеет не то, что поясняет, он сожалеет о том, что он, все, что происходит в Казахстане, происходит на его глазах, и он молчал. Но при этом он говорит о том, что и все граждане тоже, основная часть граждан Казахстана тоже молчит. Хотя и так нам все видно, что происходит в Казахстане, несправедливость, коррупция пышным цветом. Айсултан также выразил свое опасение, что скоро экономика Казахстана вообще рухнет. А эти, которые сидят там наверху, они продолжают нас грабить. Об этом он написал в этот раз. Его пост пронизан, в том числе, через какие-то религиозные воззрения. Он обращается то к Аллаху, то к Богу. Типа просит прощения. Ну, исходя из этого, что-то человеческое от него повеяло, и поэтому я лично лайкнул и поддержал этот пост. Он также рассказывает о том, если он, как человек, который является членом семьи Назарбаева, находится в таком положении, что его преследуют, что его права, свободы не соблюдают, если, можно сказать, растоптали. Если с ним такое, а что говорить о простых гражданах вообще Казахстана? Он об этом повествует свое, можно сказать, обращение. Сейчас я вот последнее его прочитаю. Ведь в Коране написано, если вы не проникаетесь искренне любовью к Иисусу и не засвидетельствуете чудесное оплодотворение Марии, то вы не познаете истинного ислама. Видите, здесь идет смешение разных религий, но так или иначе ничью проходит то, что он говорит о том, что добро, зло и достаточно адекватно. Я не могу сказать, что это писал человек, который находится в таком каком-то наркотическом опьянении. И вот последние слова, которые он здесь написал. И он послал нам дарование Иисуса, по сути, Сына от Святого Духа, который уже взял на себя грехи всего человечества, и без всяких сомнений он укажет нам путь. Ну, человек приближается к вере. Но выше он говорит о светских вопросах касательно нашей страны. это коррупция. Он также поясняет о том, что он утверждает, все-таки продолжает утверждать, что все-таки первый президент Казахстана, но Фсан Абишн Азарбаев, я так понял, его отец. И вот это окружение его, родственники, они не дали ему провести необходимые реформы в Казахстане. И то, что вот в каком состоянии находится сейчас наша страна, в этом виновато его окружение, родственники, вот это все, бывшая вот эта советская номенклатура, которая его до сих пор как бы окружает. Ну, а Азарбаев, ну, вот, находится как бы в плену. Здесь, конечно, я не согласен, но странно обижающий, как первый руководитель страны, должен нести ответственность за все, что происходит в Казахстане и к тому, к чему мы сейчас пришли. Вот. И вот, смотрите, он набрал 2000 лайков, нравится, вот, 2000. Люди пишут разные. Ну, давайте почитаем. Пусть Аллах хранит тебя и наш народ. Вот, видите, люди что пишут. Дудь не откликался. Дудь, кто не знает, это известный блогер российский, топовый, который берет интервью у известных людей, значимых в России, не только в России. Не буду пояснять, вы и так знаете, кто он такой, этот Дудь. Не сам писал явно. Ну, есть и такие, которые сомневаются, что это не он писал. Стал неугоден, вот другой пишет. Оторвали от кормушки, знак вопрос. Теперь, пьянорока, ну, тут не совсем понятно, пишет. Угарим, мстит своим родственникам, таким же ворам, как и сам. Ну, вот такая оценка тут тоже идет. Ну, давайте вот, Ербол пишет. Теперь из него Тиберия. Гроха хотят сделать. Тиберия – это герой древнеримский, по-моему. Ну, вот и тут, правда, фотографий нету. Он похож на молодого Ленина. Ну, даже вот уже его с Лениным уже сравнивают. Какая неприятная наглая рожа. Ну, вот Кайрат пишет так. Айсултан, остановитесь. Айголь пишет. Без ошибок написано. Он ли писал? Вот, люди замечают без ошибок. Ну, давайте. Это на обсуждение, вообще-то. Хотелось бы услышать самого Айсултана, а не его самописца. Вообще, если, конечно, меня Айсултан слышит, было бы неплохо, если бы было бы его видеообращение, где он в здравом уме, с ясной памятью делает открытое обращение, видеообращение. Оно вызовет доверие. Ну, почти 99%. Но, когда пишут, да еще без ошибок, это, конечно, у людей сомнения. Сомнения появляются у людей. Ну, вот такие дела. Айсултан молодец. Вот пишут. Вы представляете, да? Внук президента. А вот что это такое вообще происходит? Вроде бы у Айсултана все есть, но что нужно? Да, вот живи, радуйся, да? Что еще нужно? А вот как это говорят, не единым хлебом жив человек. Конфликт поколений. Айсултан очень сильно похож на первого президента Назарбаева. Ну, прям копии. Вот так посмотреть. Вот такие дела. Так что оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать. Ну, а кому ролик понравился, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»